Что ты хочешь, Майкл? 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 ГТА 5 не взорвет мозг визуально. Прогресс со времен четвертой части есть. И выглядит она, скажем, лучше гораздо, чем Сан-Андреас, когда он выходил уже совсем на исходе поколения. ГТА 5 для своего времени выглядит лучше, чем Сан-Андреас для своего. Но это, на самом деле, мне кажется, для большинства будет неважно. Потому что самое важное, насколько большая игра, насколько там много всего. Потому что, ну, наверное, вот первое, что меня по-настоящему удивило, кроме действительно огромных пространств, это то, что есть не только вода с катерами, пароходами и аквабайками. Ты еще можешь нырять под воду. И это вообще реально отдельная часть игры. Все-все-все, вот это огромное подбережье. В любом месте можно реально нырнуть под воду. Хоть с аквамангом, даже есть батискафы. Есть разные приспособления, чтобы под водой плавать. Под водой, естественно, затонувшие корабли, сокровища, акулы, все, что мы, в общем, привыкли видеть, не знаю, в Far Cry. Кстати, очень важный момент, это то, что с самого начала игры весь мир ГТА 5 можно исследовать. Нет никаких островов, ограничений нелепых. Берете и едете куда хотите. Это, по-моему, очень круто. Меня всегда дико раздражала вот эта тема с островами. Тебя ограничивают, не дают играть так, как ты хочешь. Бери, пожалуйста, полная песочница. Что еще интересного можно сказать по поводу концепции, это то, что нет разограничений никакого между миссиями и открытым миром. Как говорят, опять же, Rockstar, не очень понятно, насколько это реализовано, но смысл в том, что вот нет теперь такого, что ты доехал до кружочка, смотрел диалог и все, началась миссия, и ты не можешь никакими делами в этот момент заниматься особо. Можешь еще как, спокойно переключаешься между всеми персонажами и делаешь, что хочешь. Что касается открытого мира, то говорят, что это будет в лучших традициях Сан-Андрееса. Миллиард каких-то мини-игр, миллиард всяких развлечений, которые можно делать, кататься на мотоциклах, квадроциклах, играть в теннис, заниматься йогой, можно играть в гольф, даже триатлон есть. Из всяких развлечений будет бейсджампинг, гонки на внедорожниках, охота, взлом банкоматов, каскадерские прыжки, полеты на самых разных видах техники. Можно будет скупать дома, гаражи, пристани, коммерческие предприятия. Примерно по тому же пути пошли, что и в Сан-Андреесе. Максимально-максимально напомнить игру всякими вещами, которые отвлекаются от основного сюжета. То же самое касается и костюмализации. Все близко к Сан-Андреесу. Можно менять внешний вид, носить татуировки, переческу, менять одежду. Можно тюнить тачки, красить кузова, менять колеса, томировать стекла, ставить обтекатели, подвеску менять, форсировать двигатель, тормоза менять. Ну вот не знаю, будет ли ноурайдинг, но скорее всего. Что же касается оружия. Очень много модификаций, глушителей, прицелы, увеличение обоймы, лазерные целеуказатели. В общем, все, что можете себе представить. Также они говорят, что в Думам несколько твиков к боевой системе. Теперь можно будет стрелять на ходу, сохраняя контроль над прицелом. Будет так называемая боевая пробежка, где ты бежишь с оружием на готове. Не знаю, что это значит, честно говоря. Поменяли камеру из-за плеча, она теперь с большим обзором. Ну и добавили хит-марки, как во всех современных экшенах. Если вы стреляете, убиваете врага, то появляется крестик на экране. Еще немножко переделали перемещение между укрытиями, перекаты появились. Все, что произошло в жанре экшена третьего лица за последнее время, добавили. Перешла в GTA 5 система случайных заданий из Red Dead Redemption. Если помните, там были рандомные события, которые происходили здесь, вот то же самое. Например, переключились на Майкла. Майкл в этот момент выходил из какого-то кинотеатра, где состоялась только-только премьера. Ну, естественно, на Алии Звезд. Бухой пошатался по окрестностям, зашел в переулок, а там его какая-то девка просит. Эй, чувак, помоги, я звезда. Там вот припаркована за углом моя машина, но там куча папарацци, я не могу туда дойти, они меня разорвут на части. Ты идешь, берешь ее машину, приезжаешь к ней, подвозишь, едешь к ее дому. Ну, в этот момент вас атакуют папарацци на мотоциклах, которые пытаются ее заснять. Вам, конечно же, приходится уворачиваться от вспышек, давать по газам и везти звезду к ее дому в Берли Хиллз. Ну, и, к слову, в игре будет телефон, как и в GTA 4, но на этот раз это будет уже, конечно же, смартфон. Кстати, очень похоже на айфон. Если в Watch Dogs что-то ближе к Windows Phone, то здесь айфон чистой воды, просто один в один. Что интересно, можно им делать фотографии, и фотки будут автоматически отправляться на ваш аккаунт со социальной сети Rockstar. Ну, и, кстати, возвращаясь к разговору о музыке, в открытом мире она тоже есть. Например, когда вот Франклин прыгал с парашюта, пока он летит, играет очень такой приятный электронный эмбиент. Когда Тревор гружался под воду, там тоже эмбиент океанских глубин. Ну, в общем, как я уже говорил, с музыкой они действительно очень серьезную работу провели. И теперь не только радио, это действительно композиции, которые создают атмосферу постоянно. Точнее, не создают, а подчеркивают. Ну, реально это работает. Пока он там на парашюте летит над всеми этими красотами, ты такой прям расслабляешься. В океан погружаешься тоже так, уютненько там сразу. В общем, здорово, молодцы, повторюсь, давно надо было так сделать. В итоге, если так на бумаге разбирать, это опять очень клевое. По пунктам, если смотреть, очень много чего сделали и так далее. Но здесь есть некая проблема. На самом деле, сказать чисто от всего сердца, что игра производит какой-то вау-эффект, нельзя. Почти все ее элементы вы видели. Часть в Red Dead Redemption, часть в GTA IV. То есть, опять этот прогресс вширь, а не вглубь. Они, конечно, сделали гигантское пространство, живее мир. Но глубине это по-прежнему то, что мы видели в GTA IV. Прежде всего, это перестрелки, которые, ну, вот абсолютно такие же. Ну, вот сидят они за укрытием, полиция на них прет, также абсолютно всех убивают. Прицелься, дерни вверх, стик, получишь хедшот. Все, что мне лично уже достало в GTA IV к концу игры, потом в Red Dead Redemption, сейчас вот опять. При том, что они вот нарастили на весь этот каркас, очень много всего каркаса, он остался без изменений. И переключение между персонажами, оно не спасает, мне кажется. Ну, то есть, вот, какого-то прям вау-эффекта на меня все это дело не произвело. Но, я думаю, когда начнешь играть, все равно GTA V тебя поглотит, от этого никуда не деться. Но еще, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы игра все-таки на новизгене вышла. Потому что версию, которую показывали, видимо, из-за тех улучшений, которые им пришлось сделать. Сильно, например, упало количество машин в городе. Ей-богу, в Лос-Анджелесе не так мало машин ездят. Опять же, это не финальная версия, еще полгода до релиза, возможно, все исправят. Ну, вот сейчас такое ощущение, что на улицах как-то пустовато. Надеюсь, оно ложное. Ну, и в целом, окончательные выводы сделать рано. Концептуально все очень прикольно, хоть и требует доработки. Так что ждем сентября, скрестив пальцы. На этом все. Спасибо, что смотрели, слушали. Подписывайтесь на канал, заходите в блог. Впереди еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok